И необходимо, чтобы ваш шар как можно ближе прикатился к этому короткому году. У кого прикатится, тот имеет право выбора. Кто-то имеет право выбора. Все понятно? Нижнекамскому школьному бильярду всего 4 года, но этого времени хватило, чтобы и организаторы, и участники стали считать его хорошей традицией. Традиционно мы проводим серию мероприятий. Вот сегодня мы находимся на мероприятии по осеннему бильярду, который проводится традиционно в данном клубе. В этом году у бильярдных столов встретились около 50 спортсменов. Были как начинающие, так и опытные. Каждый из 27 подавших заявки школ представил на турнир двух игроков. Соревнования носили смешанный характер. Девушки и мальчики играли в одном зачете. Мальчишки играли намного лучше, нежели 4 года назад. Потому что 4 года назад большинство даже ки в руках не держало. Сейчас уже, я смотрю, и удары хорошие, и свяков забивают, и чужих очень хорошо кладут. Посмотрим, посмотрим, как будет финал такой. Уверен, что будет самый интересный финал. Стоит отметить, что организаторы не ограничивали возраст участников. Но система розыгрыша носила олимпийский характер. Победитель в каждой паре выходил в следующую стадию. Проигравший выбывал из розыгрыша. Бильярд дает, как бы, сначала уверенность, потом дает тебе точность. Ты понимаешь, куда надо бить, как, с какой силой и с какой траекторией. На какой результат ты рассчитываешь сегодня? Хотя бы пройти в третий тур. Потому что противники очень сильные. Как свои шансы оцениваешь? Средние оцениваемые, но с огареньки сильные. На какой результат рассчитываешь? За эти какие-нибудь призывы обездают. Каждая партия лилилась 15 минут или до 8 забитых шаров. В таком формате турнир удалось завершить за один день. Я считаю, что бильярд вообще социализирует молодежь. Тем более это проводится в преддверии осенних каникул. Это повод встретиться, пообщаться, поиграть. И потом бильярд заставляет думать. Это как шахматы. Здесь нужно соображать и быстро решать, принимать решения. По итогам безоговорочным лидером стал Роман Ларионов. В этом году турнир по русскому бильярду осень 2016 среди учащихся собрал рекордное количество участников. Это значит, данный вид спорта набирает все большую популярность. Редактор субтитров А.Семкин